Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. А стратегическим же ужиком особый привет. Ну что, Firaxis опять анонсировали очередной патч, декабрьский. Обычно вот эти анонсы они за неделю делают, так что, видимо, в начале следующей недели он уже появится. Ну и описать его двумя словами можно, какого фига это всё не делалось, когда игра вышла. Почему вот эти все правки и улучшения происходят через 4 года после релиза игры. Ну а с другой стороны, лучше поздно, чем вообще никогда. Итак, во-первых, нам дадут выбирать города-государства, которые появятся в игре. Ну, собственно, система точно такая же, как и они ввели с выбором чудес природы. То есть вы просто галочками отмечаете из всех возможных те города, которые вам бы хотелось, чтобы появились в игре. И играете. Я бы не сказал, что вот сейчас в игре есть какие-то прям несбалансированные города-государства. Есть очень крутые, я не спорю. Но с другой стороны, вы теперь всегда можете видеть свой стиль игры. Во-первых, подстроиться. А во-вторых, например, просто поставить одинаковое количество городов всех типов. Там, например, 2 научных, 2 культурных, 2 религиозных, 2 военных. Ну или по 3. Я уже запутался, сколько это там. Так что очень-очень удобно. Обещают очередные изменения в балансе. Опять силовые линии в тайных обществах, что они не могут их отбалансировать. Оно, по-моему, и в прошлом патче было, и в позапрошлом. А также, совершенно логично, византийцам не дадут больше получать бесплатную кавалерию, если вы захватываете город, в котором уже есть здание в развлекательном районе. Это, конечно, было очень странно. И эта правка логична. Обещают существенно доработать баланс ускорений технологий социальных институтов. Не знаю, может быть, это намек на Вавилон, конечно, но, в принципе, что там не так с этими ускорениями? Возможно, поменяют где-то эти ускорения? Или все-таки с Вавилоном что-то сделают? Кроме того, обещают изменить количество очков великих людей, получаемых за некоторые политические курсы, и изменить требования к населению и бонусы за соседство. А вот это уже серьезно, это прямо на основы шестой цивы влияет. Потому что, в общем-то, стратегия развития шестой цивилизации в правильном расставлении районов для бонуса за соседство. Ну, а население влияло на количество возможных этих районов. Так что посмотрим, прям интрига. Уменьшат требования для ускорения некоторых технологий социальных институтов, а именно, например, индустриализация теперь требует две мастерских, а не три, чтобы ускориться. Переработку, чтобы ускорить, достаточно построить одну угольную электростанцию, чтобы ускорить продвинутый полет, два биплана, а не три. Ну и так далее. Также нам обещают, что будут внесены какие-то изменения в ускорение информационной эры. Кроме того, внесут изменения в правила ближнего боя, да и вообще во все сражения. То есть тут, например, показывают, что юниты ближнего боя теперь получат меньший бонус против антикавалерийских юнитов. Плюс пять, а не плюс десять. А также снижена боевая мощь повышения ускорения. Тоже было плюс десять, вот станет плюс пять. Изменит баланс некоторых великих людей. Так, да Винчи будет давать плюс три культуры каждой мастерской, а не плюс один, как есть сейчас. И, наконец, он станет немусорным великим человеком. Ну, потому что пять мастерских — это уже пятнадцать культур и все-таки. А Эйнштейн и Ньютон будут давать бонус науке разным зданиям. Ньютон, как и раньше, будет усилять университеты, а Эйнштейн будет давать плюс четыре науки к лабораториям. Что, конечно, логично. В очередной раз обещают улучшение искусственного интеллекта. Наконец-то лидеры компьютерные реже будут предъявлять требования, если наша армия сильнее или когда они проигрывают в войне. Потому что это реально раздражало. Блин, у меня тысяча пятьсот армии, у него четыреста, и он мне начинает угрожать чем-то. Ну, серьезно. Слава богу, появляется великая кнопка «Больше не спрашивать». Особенно она, конечно, будет в тему во время войн, когда компьютер постоянно требует мир с ним заключить, а ты не хочешь, ты хочешь его полностью вынести. Или когда они вот эти начинают шедевры у вас требовать на обмен. Аллилуйя, как говорится. Улучшили расчет стоимости мира во время войны, и теперь искусственный интеллект более взвешенно будет подходить к разрушению городов. Особенно пригодится, когда искусственный интеллект играет против цивилизаций с определенными бонусами. Ну, например, как Майя, да, у которых районы не всем подходят. Или, не знаю, Корея та же, у которой кампус для Кореи крутой, а для другой цивилизации так себе. Вот, в общем-то, и все интересного в анонсе. Отмечу только, что в конце ребята из Фераксис сказали, что многие из этих изменений внесены по вашим просьбам. Нам очень приятно видеть, какой огромной популярностью пользуется наша игра, и мы рады обсуждать с вами все ее тонкости. Фанаты Цивилизейшн – лучшие геймеры на свете. Ну, слава богу, слава богу, что они прислушиваются. Действительно, это единственный вопрос, почему так поздно на самом деле. Повторюсь, патч, скорее всего, выйдет через неделю. Ну, ваши впечатления, дополнения и правки, надеюсь, прочитайте в комментариях. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok